Ульяновские Росгвардейцы провели учения подразделений вне ведомственной охраны. На учениях все серьезно. Группа, которую тестируют, не знает о том, что это учебный вызов. Центр первому, центр первому. Сработала тревожная кнопка, Московское шоссе 16А. Выезжайте. Объект представляет собой отдельное стоящее здание на территории АЗС. Имеет один центральный вход, запасной выход с тыла, витраж с фасада. Два экипажа на месте через несколько десятков секунд. Машины патрулируют территории, прилегающие к объектам, находящимся под охраной. Поэтому оказаться на месте быстро – дело несложное. Действие первое – блокировать въезд и выезд на объекте. Второе – быстро, не давая правонарушителю опомниться, проникнуть к месту происшествия. Вместо нарушителя здесь экзаменатор. Если брать статистику, то в течение последних 10 лет краша хищения сохраняемых квартир, объектов, а также мест хранения имущества граждан, охраняемых вне ведомственной охраны Росгвардии, не допущено. Что касаемо сегодняшней тренировки, то экипаж прибыл своевременно. Действия экипажа тактически верные. Осмотр объекта осуществлялся с соблюдением всех мер личной безопасности и взаимной страховки. Замечаний по учебной тренировке нет. Однако не только хищение сферы работы Росгвардейцев. Бывают хулиганы, хамы и прочие, желающие пошуметь. Одним из самых эффективных и надежных способов защиты объектов и личного имущества граждан является установка охранной сигнализации с выводом сигнала тревога на пульт централизованной охраны. Благодаря систематическим тренировкам за 6 месяцев этого года сотрудники задержали нарушителей, в отношении которых возбуждено более 250 уголовных дел и составлено почти 2500 административных протоколов. Павел Половов, Владимир Куликов. Новости Улправды ТВ.